С 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо. Электронная трудовая книжка будет реализована только в цифровом формате. Просмотреть сведения, внесенные в электронную книжку, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующее приложение для смартфонов. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель, а также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Электронная книжка хороша тем, что в любой момент застрахованное лицо имеет право, зайдя в личный кабинет, просмотреть свою деятельность, ту или иную запись, которая произведена по его электронной трудовой книжке. Также он имеет право запросить информацию у работодателя, который обязан ему предоставить всю информацию, которая по нему велась в электронной трудовой книжке. Также он может запросить управление Пенсионного фонда, обратившись через Госуслуги, либо через сайт Пенсионного фонда. И при устройстве на другую работу, также все это можно не неся уже, и учитывая какую-то отдаленность того или иного места работы, все можно просмотреть в электронном виде. При формировании пенсии также все сведения будут отражены на индивидуальном лицевом счете, что тоже упрощает процедуру обращения за назначением пенсии, и не будет такой необходимости запроса каких-то тех или иных справок. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный, и будет осуществляться только согласие человека. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления бумажной трудовой книжки. Остальные граждане до 31 декабря 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также и бумажную версию. Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате. Но, тем не менее, трудовую книжку надо будет хранить и не выбрасывать. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».